всем огромный привет я вышла на прогулку после работы здесь парк неподалеку у нас я решила заехать гулять по парку сегодня такая погода замечательная но впрочем как уже последние две недели если не больше у нас очень очень тепло доходит даже до 20 градусов днем пару раз доходило но когда ветер ветерочек дует каш чувствуется что все равно это еще не лето такой холодный на сегодня вот был наверно градусов 15 но все равно для февраля для середины февраля это очень тепло я нахожусь сейчас в районе городка мюррей где у меня работа неподалеку и вот такой вид на горы снег практически весь стаял с гор так еще немножко конечно там есть пару дней назад был дождь там соответственно в горах дождь превратился в снег погуляю по парку покажу парк здесь школа у них располагается ребятня гуляет по парку конечно еще зима вовсю соответственно ничего зеленого еще нет потому что обычно здесь зима такие ну достаточно холодные до минус 10 доходит так вот это в этом году у нас что-то прям аномальное здесь творится сейчас я туда дальше пройду оттуда покажу еще время уже у нас ближе к закату пол шестого солнышко садится все равно пахнет уже весной как ни крути там дома симпатичные новинки построили недавно видимо со склона красиво смотрится там тоже шум такой народ дети играют я сейчас вот на этот пригорок поднимусь с них обзор лучше будет закат как раз видно будет хорошо здесь закат очень быстро проходит солнышко моментально прячется за гор как-то вот я такого не наблюдала где плоскость плоская поверхность когда за горизонт солнышко садится но все равно закат дольше длится а это прям очень быстро красиво здесь народ играет ребятня с гор катаются куполем зимой здесь классно кататься с гор такой небольшой парк там дальше вон вода ручей речушка течет вот там дальше в подножье гор тоже городок он называется холодный вот так все считается пригород салт лейка очень красивая как не туда тоже проеду там места красиво особенно летом классный горы здорово конечно здесь в центре конечно совсем к другому выглядит все юта вообще на юту не похоже потому что я привыкла в том году надо сюда почаще выбираться здесь конечно по другому все выглядит намного все зеленее я читала комментарии многие спрашивают про штат кто-то даже сюда собирается вообще я хочу так сказать я за юту никого не агитирую потому что штат специфический скажем так я бы не сказала что ну я каждый других штатах не жила мне сравнивать в общем-то не с чем но я бы хотела вообще попутешествовать по америке и возможно жить где-то еще потому что здесь свои нюансы для кого-то это может быть вообще райским местом для кого-то в общем-то достаточно не неуютно зависит от многих вещей зависит от того какие у вас предпочтение в образе жизни вот еще зависит от того ну конечно от многих вещей зависит здесь уровень жизни так скажем не уровень жизни цена жизни среднем наверное средняя по америке не самый дешевый штат далеко конечно не самый дорогой жилье здесь и на мой взгляд чуть-чуть дороже чем должно быть дороговатое жилье здесь мало земли очень много земли которые непригодны для жизни фактически пустыня это пустынный штат вот в центре вот здесь вот земли уже в общем-то мало и говорят что буквально через 30 лет в принципе население увеличится вдвое сейчас уже сколько здесь 5 миллионов по моему то есть где-то около 10 миллионов будет жить в штате если не 12 они говорили цифру а земли для такого количества людей нет а здесь перенаселение будет сильное конечно за это те у кого сейчас хорошие дома с большими участками все это стоимости возрастет но жить здесь будет тяжело потому что уже сейчас зимой например очень большая экологическая проблема с воздухом зимним воздухом он очень грязный в холодные дни сегодня вот нормальный воздух а вот холодные дни зимой воздух достаточно грязный я как-то раз объяснял это инверсия происходит здесь скапливается воздух между горами как в тарелочке и холодные холодные слои воздуха там в небе так сказать накрывает все это крышки и в общем все выхлопные газы все это собирается дышать нечем соответственно когда будет еще больше людей больше машин больше выхлопов ситуация усугубится еще больше хоть они конечно над этим работают но но даже просто земли будет мало я уже мало вот ну и я уже не говорю о всех остальных специфических вещах в плане культуры и образа жизни как здесь вообще в принципе живут в июте люди потому что каждый штат в америке он в общем-то разный относительно ну или по крайней мере регион разный есть юг америки там своя культура есть север есть запад как калифорния там своя культура а есть юта юта у них тоже специфическая культура ну вот это надо понимать и этим надо интересоваться прежде чем сюда ехать я как бы сюда попала не по своему выбору а так по семейным обстоятельствам сложил что мы именно сюда приехали а так наверное я себя выбирал я бы сюда не поехала хотя сейчас конечно у меня здесь работа которая нравится и много друзей появилась которых я очень люблю и это все понятно но такие вещи это везде точно так же себе найдешь вот поэтому как бы я в принципе не так сказать если появится возможность куда-то еще уехать и и естественно возьму с бока за рога пойду по парку погуляю а вообще конечно здесь удобно воспитывать детей растить маленьких детей потому что криминальная обстановка достаточно спокойная в целом в целом по штату хотя здесь есть места куда соваться не стоит как говорится райончике я бы наверное ночью в этом парке тоже не гуляла а так есть места городок называется west valley в общем он известен популярен здесь тем что него один из самых плохих показателей по уровню преступности вообще в америке в сша то есть там на самом деле плохо в этом плане там съезжает сюда очень много иммигрантов причем таких неблагополучных иммигрантов там живет каждом простые американцы живет когда-то который когда-то там купили жилье и теперь там застряли ну вот на те кто могут оттуда как говорится уехать они уезжают переселяются вот там плохая криминальная обстановка тоже в центре самого salt lake не очень хорошая криминальная обстановка часто там взламывают машины очень много бездомных людей кстати вот еще не показывал но как-нибудь покажу все проблемы в самом центре то что очень очень много бездомных там и вот эти приюты для бездомных но не соответственно вокруг этого всего собираются и прямо там спят на улице в общем неприглядно из-за этого центра города выглядит часто вот конечно в таких вот спальных районах очень спокойно и здесь очень много вьюти так как такая культура что очень много больших семей как в америке но особенно здесь это выражается очень сильно крупных таких семей с большим количеством детей и с детьми ходят везде то есть везде все предусмотрено для того чтобы можно было зайти с детьми практически во всех ресторанах все это так обустроено что люди спокойно себя чувствуют приводя маленьких детей везде эти стульчики для детей все там оборудовано все удобно вот ну конечно есть такие места куда только взрослые ходят рестораны где наоборот там написано с детьми нельзя потому что только для взрослых что-то спокойно было там какие-то романтические вечера люди устраивают но это тоже есть но здесь очень много именно вот таких вещей всякие парки развлекательные для детей то есть вот с маленькими детьми семьям наверное будет хорошо потом хорошо тем кто любит кататься на лыжах но наверное не в этом году конечно но кто любит горные виды спорта летний зимний конечно тогда здесь классно потому что очень близко для местных кататься там 30 минут ты уже в горах пожалуйста занимать своим хобби ну вот в том что еще кто любит пустыню пустынные вот такие пейзажи им тоже здесь понравится кто любит сухой климат кому-то он нравится им тоже будет здесь хорошо потом значит ну что еще ну во первых конечно штат известен тем что здесь столица так сказать церкви и святых последних дней соответственно люди кто в этой церкви принадлежит тоже любят сюда приезжать потому что они здесь находят много общего так как ну чуть ли не больше половины штата это но принадлежат это это церкви то есть здесь удобно жить им потому что церковь и везде на каждом шагу можно селиться в любом месте то есть всегда будь близко но соответственно вся культурная социальная жизнь которая с этим вовлечена тоже если это проще найти вот как бы с как называется то все забыла слова по-русски единомышленников много вот но соответственно кто наоборот не принадлежит этой церкви и кому допустим какие-то другие развлечения в жизни интересны то здесь как бы например ночная жизнь я не буду так разделять но тем не менее все равно как бы те кто люди не семейные кто любит ходить по ночным клубам а здесь как бы ночная жизнь она не очень я так сказала я пока еще не нашла ни одного приличного клуба который был бы не стремно зайти ну не очень во первых какие-то музыка музыка не очень и не очень чисто ну вот хотя конечно есть здесь и бары тоже нормально но я конкретно про ночные клубы говорю потому что в россии клубы хорошие мы как бы это избалованные так скажем вот ночной жизнью надо ехать другие места она каждый здесь есть но она не такая замечательная как других местах как например калифорнии или во флориде или даже на севере там тот же самый нью-йорк вот ресторанов здесь много хотя не так много ресторанов допустим всякой этнической культуры допустим индийские всякие там греческие есть здесь кстати много греков живет ну допустим там я не за кавказской кухни тут вообще нет потому что это все как бы считается все русское русского ресторан например здесь тоже нет есть русский магазин и кстати говоря русский здесь живет где-то я так поняла ну пар тысяч на точно живет они периодически собираются я ни разу на русских сборах не была здесь есть и русская церковь тоже а вот там люди собираются там тоже кто-то что-то готовит в рубикю жарить сейчас приближу раз пошел уже разговор про штат я тогда продолжу продолжу разговор про штат раз уже зашло на это проект разговор ну и потом что здесь еще здесь очень много университетов в принципе неплохих университетов юта стоит университи хороший университет еще один есть есть крупный университет международный потом несколько здесь есть мелких школах в общем-то учиться есть где так сейчас зум уберу то что-то забыла извиняюсь вот учиться есть где вашим то очень многие учиться здесь на месте причем в америке здесь такие условия что если ты живешь в штате тебе даже скидку дают то есть и тебе учиться собственно в своем собственном штате дешевле получается чем куда-то еще ехать поэтому многие выбирают именно живут в своем штате и учиться тут же вот и как бы престижные не все университеты здесь тоже есть неплохие потом что здесь еще такого но для активного образа жизни конечно много парков вот здесь центре города много парков таких именно красивых вот с деревьями где уже все это выросло потом где-то там подальше где я раньше жила в херимоне там очень пустое место там деревья не выросли и парки они просто такие как футбольные поля но тем не менее здесь рядом горы очень многие люди занимаются различными видами спорта поэтому вот в этом плане конечно удобно просто близко очень не надо далеко никуда ехать в этом отношении в плане работы в целом здесь по америке уровень безработицы ниже чем среднем по америке ее он сокращается то есть в принципе работа есть хотя все равно вот тем кто приезжает сюда в америку по первости я бы наверное не рекомендовал сюда ехать потому что если не знаете английского проще бизнес без знания хорошего английского проще устроиться в крупных центрах на америке где много русских то есть нью-йорк калифорния флорида вот там будет проще здесь не так много иностранцев поэтому иностранцам без знания английского языка труднее будет найти работу в этом отношении но если язык знаете уже живете здесь в америке давно или по какой-либо другой чине причине язык знаете туда не страшно то можно ехать здесь очень много работы для тех кто хорошо знает компьютер то есть владеет различными компьютерными программами software и все такое то есть для них будет хорошо потому что здесь очень много вот этих высокотехнологических компаний и здесь много химиков работает компании которые вот по медицине таблетки всякие делают грубо говоря химия физика вот это тоже здесь есть тех кто работает в университетах сюда тоже хорошо приезжать а потом что еще пару военных баз здесь есть поюте разбросано но военных только для американцев для тех кто здесь граждане уже красивый вид какой на горы сделаю фотографии быстренько в плане культурной жизни опять же летом очень много здесь фестивалей различных проводится пивной фестиваль устраивают вот там между гор по 5 не убрала зум там вот дальше между гор есть такая долина хибра я как-то раз я показывал и вот там проводит пивной фестиваль здесь детьми постоянно кто-нибудь гуляет много детей и здесь много очень ну как во всей америке в общем-то пиво варят и здесь законы такие не очень хорошие законы я бы сказала алкогольные в плане того что но алкоголь крепче пиво купить можно только в специализированных магазинах и они работают в определенную не по моему воскресенье не работает вообще всегда нужно везде с алкоголь покупаешь показывать свое удостоверение даже если в ресторан заходишь или в бар конкретно заходишь даже если ты не пьешь все равно надо показывать удостоверение что ты имеешь право что 21 год исполнилось то есть как бы строго все с этим и законы плохие в плане для вот заведений то есть им нужны определенные лайсенсы покупать права на продажу алкоголя пиво здесь продавать по моему вот чтобы не наврать либо только разливное и магазины и либо только магазинное пиво должно быть не более трех с половиной оборотов градусов то есть она все низкоградусное хотя мне допустим это нравится потому что она просто вкусное пиво ты его пьешь но ты не ну как бы пьяный не становишься быстро больше можно выпить но все пиво вкусные здесь очень много местных пивоварен такое пиво классное варят не хуже чем европе я где-то много но многие говоришь ой в америке пиво плохое нужно покупать пивом вот этих мелких пивоварен пиво очень хорошее конечно си миллер покупать миллер не сравнится а так здесь классные сорта и темные всякое светлое и очень много хорошего кстати говоря безалкогольного пива тоже вот есть все это и здесь в юте они варят и вот у них есть фестиваль я все никак на него не попаду вот местных пивоварен они все свои пиво вытаскивают можно негустировать потом здесь всякие фестивали другие у другого плана тоже как октобер фест проводится вот этот немецкий фестиваль пивной горах и так как здесь много турбас вот они там все это проводят зимой здесь есть кинофестиваль sundance американский этот популярный кинофестиваль проводится потом что здесь еще индийский фестиваль летом проводить у них тоже много живет с индии людей не то есть храм есть они свой этот фестиваль где они краски кидаются проводят тоже никак туда не попаду с моим графиком рабочим в общем-то летом есть чем заняться зимой скучновато если вот вы лыжами не увлекаетесь то в общем-то делать нечего в плане шопинга шопинг есть как очень наверное везде в америке несколько здесь есть таких хороших торговых центров но опять же я бы конечно в этом плане вот с загруженностью как бы не сравнивала допустим там с крупными города городами как в нью-йорке или там калифорнии более здесь периферийная жизнь тем не менее то есть как бы я не заняту периферию какой-нибудь сравнить с москвой также здесь все-таки периферия то есть если вам хочется вот этого спокойствие без суеты то здесь хорошо а если движника хочется то наверное не очень хотя люди которые здесь живут за движником ездят в лас-вегас лас-вегас еще здесь есть один на одно место в общем называется эндо вендовар в общем это в неваде так как здесь невада она как бы youtube с двух сторон так сказать ну с трех сторон и гибает в общем если в одну сторону поедешь попадешь в лас-вегас другую сторону поедешь попадешь вот этот эндовар или вендор начинается с вендор ладно не выговорю я сегодня говорил говорил на работе мне уже язык сплетается в общем есть такой автобус называется он фан бас по моему веселый автобус в общем с него загружаешься платишь по 20 долларов и тебя всю дорогу везут до туда там четыре часа ехать но в автобусе можно пить и начинать играть в эти азартные игры на деньги очень людей туда привозят выгружают они тут по казино то есть это маленькая маленький лас-вегас так скажем место там вот играет тоже ну вот и люди значит пьют в автобусе приезжают пьют едят в маленьком вот этом вот лас-вегасе так сказать идут в казино там проиграются садятся обратно в автобус на обратном пути уже не поют так сказать дает время протрезветь сюда приезжаешь выгружаешься у тебя пожалуйста в общем это по-моему одним днем они ездят с утра уезжаешь вечером приезжаешь или может быть даже там есть можно с утра уехать остаться на ночь приехать вечером но я так поняла очень многие сюда ездят именно туда играть на такие короткие вылазки потому что до лас-вегаса все-таки далековато ехать по-моему 8 часов вот а туда близко в общем-то добираться поэтому многие едят именно ездят именно туда вот потом что еще здесь какая еще своя специфика ну в принципе в общем то такие основные вещи я рассказала вот в общем то в основном все остальное видим как везде в америке здесь больше такая такая как бы природа и вообще климат больше как дикий запад вот эту америку я бы сравнила как бы сказала дикий запад потому что в общем-то дикий запад и есть вот здесь есть какие места интересные съездить в носом а салт лейк долина здесь вокруг много есть там турбас в горах интересных мест съездить озер а на юг люди люди катаются там находится в этом же штате находится городок муап есть еще городок сэн-джордж это два курортных города по моему сэн-джорджи проходит фестиваль не фестиваль а много проходит гольф игр и соревнований а значит в муаби очень много ну и в сэн-джорджи тоже катаются вот на этих вот вездеходах четырех колесников маленьких машин по дюнам песчаных там очень много находится в том краю парков знаменитых ютовских национальных парков я тоже не везде было еще надо будет так как-нибудь опять съездить ну и там тепло круглый год в общем то и даже зимой теплая погода в шортах люди ходят вот туда люди с юта ездят вот с севера отдыхать часто на один на два дня близко и там рядом еще пару часов проедешь в по-моему это невада штат находится городок мазки называется это тоже курортный городок туда тоже катаются отдыхать ну в общем то есть да я считаю жить не жить но приехать обязательно в youtube посмотреть нужно кто в америке живет если очень много интересных мест таких необычных которых в общем то мало ну в принципе таких больше нет есть есть чем заняться по крайней мере на отдых приехать будет интересно на уж жить от другой разговор это там всевозможные нюансы у кого какие по жизни кто сюда каким образом попадает кто по работе кто по семейным обстоятельствам а кому-то горы нравится вот так но все очень я наболталась пойду загружать видео надеюсь быстренько не мне загрузится ладненько всем счастливо хорошего настроения если есть вопросы пишите надеюсь никого не уболтала до тошноты ладно всем счастливо пока пока